Спидран. И каждый раз начинал с одних и тежих слов. Настоящий спидранинг. Нажимает кнопку ресет, пересетает сам себя. В общем-то, надо сразу спалерить игру, пока у нас есть время. Это игра перспектива, в которой вы меняете перспективу, и от этого ваш персонаж перемещается на другое место. Два, один, старт. Ты тоже поехал? Да, как раз идеально по времени. У меня четвертая, пятая секунда. Пять? Сейчас нам сейчас скажет, что мы спешим на 10 миллионов лет. Вперед. У них ноль. Ну, получается. 20 секунд у меня сейчас. У меня 23. Мы там очень сильно в будущем. Скажите, когда начнется ран. Ну, или разницу, скажите, какую. 30, 31, 32, 33, 34... Пошла, пошла. Короче, 30 секунд, изи. А еще нормально. Нормально. Напишите в чате, когда будет 27. Ну, в общем-то, пока чат синхронизируется, я объясню механику. Все строится на том, что у нас есть перспектива восприятия локации, в буквальном смысле, и изменение камеры, и перспективы позволяют нашему персонажу перемещаться вот по этим синим, наверное, платформам, цвет такой спорный. И благодаря выстраиванию перспективы и перемещению, наш персонаж может прыгать, падать вниз или перемещаться вправо-влево по самой локации. И весь смысл игры в том, чтобы выстроить перспективу так, чтобы мы добрались до портала выхода с локации, который выглядит как такой вот интересный кружок. И весь процесс вы уже должны видеть прямо сейчас. Наш персонаж всегда одинакового размера, вне зависимости от того, где мы находимся. Так что, чем дальше мы отводим камеру, тем как бы меньше он становится, чем ближе, тем больше. Полный тамп-стоп — это, конечно, полная имба. Да. Если бы он не совсем тайм-стопал, а типа замедлил, замедлял раз в 10, ну хотя 10, наверное, много раза в 3. Было бы честно. А так он нажал стоп и сидит, выравнивай угол. Такая вот забавная игрушка. Она крайне интересна для решения самостоятельно, скажем так, потому что это именно игра в перспективу. Одно и то же прохождение может быть разным немного каждый раз из-за того, что ваша позиция меняется, вы меняете камеру. Ну да, мышку одинаково будет очень сложно поставить, я думаю. Прямо суперсложно. А красные стены, насколько я понимаю, они смертельные. Да, они как бы бобо делают. Классика. Death walls. Red, bat. Blue. По ним перемещаться не можем, как бы. Следующий пилар. Это довольно-таки спиртный уровень левелый. Сквид, если у вас есть что-то, то вы можете сказать что-то сейчас. Да, это лава. Точно. Я не понял, есть в игре прыжок? А, есть в игре прыжок. Нет, прыжка нет. Напрямую прыжка нет. Он меняет перспективу, да. Он может в пространстве сделать усилия, типа, оттолкнуться от нижней платформы он может. Он же прыгает. Ну, хотя, да, это прыжок все-таки, потому что он работает с точки зрения перспективы, то есть он прыгает вверх, вперед, ну как, обычный прыжок вперед-вверх, но из-за того, что можно поменять перспективу и заморозить время, то падение очень сильно меняется от места, куда он прыгнул, потому что один прыжок может длиться буквально до конца уровня. То есть мы прыгаем один раз и бесконечно падаем вниз. До конца. Потому что для нашего персонажа абсолютно все синие платформы двухмерные, а трехмерными видим их только мы. Так что, если он пересекается в двухмерном пространстве с точки выхода, значит, он вышел. И точно так же, если он в двухмерном пространстве касается платформы, то он вышел. Вот сейчас, кстати, раннер впервые умер. Он заделал границу экрана, которая тоже является... Еще не умер, еще не умер, еще не умер, нет. Еще не умер. Мену, подождите. Ты не застопил время. Еще не умер. Вот теперь умер. И то еще, по-моему, это пять секунд перегон. Ну, чуть-чуть в будущем. Надо попаузить немного в VLC. Хотел сказать? Забавная про эту игру. В этой игре есть ООБ. Я не представляю, как в игре, в которой все, что есть пространство, которое ты можешь управлять, все, что можно... Все, есть ООБ. Как оно может быть ООБ? Еще где-то. Ну, в общем, надо смотреть спидран. Так что, кого заинтересовало, посмотрите, как выглядит ООБ. Сообщите нам потом. Это, конечно, суперсильно. Так, морозить время. Ну, это да. Сложности в этой игре вроде нет. Ну, как? Это кажется простым, но на деле все очень сложно, потому что все это приходится делать довольно-таки быстро в спидране. и ран превращается в довольно-таки техничный. Угу. Это классика вот. Ну да. Easy to learn, hard to master, как говорится. Это true. Не, ну, очевидно, что для первого прохождения ты не будешь так, прыгать в пустоту. О, еще на фидел. Прыгать в пустоту и... Надеется, что там будет синяя платформа. Но мы можем взаимодействовать, потому что это позволяет нам, чтобы упасть в пустоту. Таким образом. Таким образом, здесь есть еще один уровень, где... Башня. Я могу сделать это снова. Таким образом, я имею в виду вероятность в спидране. Но, в основном, мы хотим идти в очень-то топе этого экрана, и позволяем нам скопить на поле уровня. Ну, выглядит просто очень интересно. Да, выглядит забавно. Быстро из пидрана, 10 минут. Возможно, в будущем вообще, нам, на 5 копеек. Хотя, в Air Holder пишет, что... Ну, там почти невозможно улучшить рекорд. Уничтожил ошибок на 4 секунды, типа того. Может быть. Это и так. Как говорится, найдут оптимизацию маршрута вполне возможно. Шансы есть, шансы есть. Если мышка быстро двигаешь. There we go. Игра 2012 года, что... Люди были гениями еще тогда. Представляете себе. О, отлично. Ха-ха-ха, заклепался. Это прям восхитительный. Ну, сейчас рано рассказывает механику этого шлипа. То, что от разрешения, на котором вы играете, как бы зависит местоположение персонажа в пространстве. То есть, перспектива работает даже от разрешения, и благодаря конкретному разрешению они скипают стенку, которая должна их блокировать. Ну, вот тебе оптимизация. Играя в самом шокальном этом изображении. И погнали. Да, время стопится даже для красных платформ, что они не могут тебя задеть. Ну, оно останавливается скорее для твоего персонажа. Получается, что ты в стазе всех таком находишься. Когда ничего на тебя не действует, ни гравитации, ни урон. Так, что там шансы по ПБ? Ну, такое, такое, малоперспективное. 9.55, это и меньше, это ПБ. Я немножко тут перехитрил, но ничего страшного. Ну, просто пару раз останавливался там, показать механики, осознанно, и все такое. О, идеально. Прямо в пиксель приземлился. Блин, да, отличная игра, короткая. Замечательно смотрится. Ну, вот в нее играть самому довольно интересно. Есть вау-эффект. Я, честно говоря, удивился, что впервые я не услышал на ГДК. Именно когда смотрел, что будет раниться. Я не знаю, сколько уровня осталось. Надеюсь, немного. ПБ уже не посибал. А, он не со своей клавы приехал. Жалуется на управление. Почему он слайдит? Что происходит? А, он там на лампу что-то сел? Он на потолке таком. А, да потолка. Он на фруктящемся, и он из-за этого к нему зацепился. Забавно. Он сейчас сказал, очень странно. Я даже не знал, что в этой игре есть какой-то элемент RNG. Добро пожаловать в пидран. Сначала? Не, нормально. Последний уровень остался. Но время не заканчивается, когда есть время уровень, но нет. Насчет RNG, кстати, в спидранах, я буду всегда вспоминать ран Ридми по мафии на Rust. Это было восхитительно. У меня никогда такого не случалось, и в этот момент ему веришь, потому что он заходит в заставку, и у него в заставке на фоне машины улетает в космос. И ран за руин. И вот это вот. Марафон Лак. Говорит, все? Время. 1.40. 1.40. Прям. Ну что ж. Это было неплохо. Очень даже. Победили 10.30-12. Если что, игра бесплатная. Вы можете бесплатно взять ее в Steam и поиграть. Она именно такая, частька на 2-3 суммарно для казуального прохождения. Что за пейнт тут пошел? Рисовать. 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 Не, ну если... Она бесплатная, надо попробовать обязательно поиграть. Может быть, вы будучи спирания для этой игры. Рисовать. 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 Рисовать.